Детская больница Детская больница Детская больница В среднем за год в отделении у нас получают лечение более 800 детей. Из них около 600 детей, которые страдают онкологической патологией. Все эти дети страдают за довольно-таки тяжелыми заболеваниями, которые мы лечим и стараемся добиться ремиссии. И хотя бы хоть как-то порадовать детей и родителей, что мы добились ремиссии. Но самое главное, что на фоне данного лечения у детей страдает иммунитет. На этом фоне, конечно, риск развития различных инфекционных осложнений очень высок. Поэтому дети у нас находятся в очень изолированных условиях, находятся либо в четырех стенах в отделении, в палате, либо дома. Поэтому дети не могут посещать никакие усилительные учреждения, никакие спектакли, никакие мероприятия, которые направлены на то, чтобы каждый ребенок может поучаствовать в этих мероприятиях. И благодаря нашим волонтерам, которые приходят к нам практически каждую неделю, в среду, в четверг, приходят и устраивают им хоть какую-то маленькую радость в их тяжелой жизни. Волонтер – человек, добровольно занимающийся безвозмездной общественно-полезной деятельностью. Оценить то, что делают волонтеры для детишек из отделения детской онкологии и гематологии, наверное, невозможно. Да и вряд ли это требует какой-то оценки. Для них главная награда – это детские улыбки и смех, и понимание того, что хотя бы на короткое время они делают жизнь ребятишек счастливее. Один из таких волонтеров – Елена Коробченко. Она – координатор благотворительного проекта «Дети в больнице», который создан в помощь детям из отделения детской онкологии и гематологии Краевой детской клинической больницы. Проект уже два с половиной года работает. Это исключительно волонтерский проект, то есть мини-организация, манифон. Это просто люди, которые помогают людям, детям, детишкам, которые проходят лечение в отделении детской онкологии, гематологии Краевой больницы. Каждую неделю у нас проходят занятия с детками. Ребята нам рассказывают, чем мы занимаемся. Всевозможные занятия, что интересно ребятам. Или мастер-классы, или какие-то праздники проводим, ходят аниматы. Мы постараемся чем-то детишек занимать. Правда, в этот раз к ребятам вслед за радостью пришла и печаль. «Ребята, я знаю, кто это. Не кто не знает. Печаль! 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 Ты даже не можешь прийти весело и рада. Ну, ребята, давайте ей поможем. Давайте! Давайте, давайте, помогайте! 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 Но испортить настроение печаль не смогла. Да и задачи у нее такой не было. Более того, ребята своим позитивом и хорошим настроением сами заставили даже печаль улыбаться. «Самого-самого здорового и самого улыбчивого печали! Ты улыбнулась!» Обычной жизни радость и печаль – это замечательные девушки Олеся и Ирина. Они уже несколько лет радуют детишек своими яркими образами и веселыми играми. Началось все с того, что когда-то мы ходили в театральную студию «Дети и куклы». И наш педагог, работая в театре, в краевом «Кукол», как-то попросила помочь провести игровую программу здесь. Мы еще сами были тогда детьми, можно сказать. Это был первый раз, самый первый раз. Конечно, нас там подготовили психологически, морально. Хотя был очень чудный праздник. Сначала кукольный спектакль, потом игровая программа. Или наоборот там. В общем, здорово. И потом был еще такой опыт. Мы же закончили режиссерское отделение. Потом поступили уже на психологов, чтобы как-то все это связано в профессии. И вновь мы пошли с театром «Кукол» проводить праздник. И вот как-то далее решили, что мы будем постоянно проводить праздники. И взяли шефство над этим отделением, как ведущие детских праздников и ведущие дни рождений. Но в итоге девушки приходят сюда практически каждую неделю и устраивают ребятам небольшой праздник. Как они признаются, психологически это все дается непросто. Но желание хоть немного скрасить время, которое дети проводят в больнице, помогает дарить маленьким пациентам свое тепло. Конечно, там переживательно. Есть любимчики какие-то. Мы знаем многие судьбы. Люди тоже нам. Ничто человеческое нам не чуждо. Ну, когда перед тобой стоит цель, что ты должен помочь, развеселить. Как бы это ни звучало высокопарно, но сделать чуть-чуть, хоть на час, жизнь детей веселее и светлее. То, честно говоря, мы как-то так абстрагируемся. У нас есть цель другая. И не то, что мы такие безжалостные, но как-то есть другая сфера задачи. Поэтому потом, там дома или где-то... Все эмоции уносим за пределы отделения. Все свои личные переживания и эмоции надо уносить с собой. А здесь есть дети, есть радость, есть праздник. После игровой программы мальчишки и девчонки все вместе нарисовали яркое солнце, лучиками которого стали отпечатки детских ладошек. Это была изначально просто личная помощь девочке, которая проходила здесь лечение, поделение. Стало понятно, что можно помогать другим деткам, что их здесь много. И здесь проходит их детство. Да, какой-то кусочек, какой-то период, но он сейчас вот здесь проходит. И мне очень хотелось бы, чтобы они запомнили не только бесконечные процедуры до болезни, а они помнят занятия. Мне-то так приятно, когда уже ребенок уходит из больницы, только на контроль приезжают. Они помнят, они хотят в больницу, потому что здесь весело. Безусловно, для детей все, что делают волонтеры, это как глоток свежего воздуха. Казалось бы, обычные детские впечатления. Но эти дети в повседневной жизни зачастую таких эмоций лишены. Мне нравится, когда нам раздают раскраски, и мы делаем искусство. А играть, вот клоуны к вам приходят, нравится с клоунами? Да, мне нравится с клоунами играть. А часто они приходят? Они приходят по днам рождения и по праздникам. Еще приходят акробаты. А акробаты что вам показывают? Акробаты нам показывают, как они кувыркаются и прыгают. А вот рисовать, помимо рисования, что вы еще делаете? Мы еще из пластилина лепим разные фигуры животных, человечков. И делаем из бумажных листьев. Делаем разные изделия. А тебе что больше всего нравится делать? Мне больше всего нравится проходить занятия с Еленой. Мне нравится, когда мы с Еленой делаем все поделки. А какие поделки вы делаете? Ну, самые разные. Ну, например, расскажи, что вы делаете? Мы лепили иногда, рисовали водой, красками рисовали. Еще что делали? Из тканей делали куклы. Да, куклы. Вместе с детьми в отделении лежат мамы. Для них работа волонтеров тоже очень важна и тоже позволяет отвлечься и расслабиться. Порой помощь волонтеров даже полезнее взрослым, ведь для них болезнь детей психологически переносится очень непросто. Очень помогает, очень поднимает настроение и детям, и родителям. Вот, конечно. Вы тоже с удовольствием ходите? С удовольствием. Даже когда совпадает так, что он у меня не может сюда прийти, я обязательно прихожу и играюсь со всеми. Им сказать большое спасибо. Дети радуются, ждут. У меня Богдан, конечно, бежит, встречает Лену. Интересно занимаются, дома игрушек полно руками делали. Молодцы, спасибо всем. Ну, а как вы считаете, вообще нужное дело? Конечно, нужное. Конечно, детям интересно. А что у них? Палаты, мама, палата, мама, врачи. А так, конечно, они ждут среда, бегут, встречаются. Любимый день? Конечно, конечно. А вот в лечениях это помогает? Ну, конечно, помогает. Они хоть немножко отвлекаются. Конечно, вот в процедурном кабинете игрушки стоят для детей. Конечно. Помимо волонтеров, отделению помогает много людей, кто чем может. Я его очень благодарен. То есть всем добрым людям, которые, несмотря ни на что, безвозмездно приходят и оказывают любую помощь, которая помогает непосредственно нашему отделению, нашему отделению. Потому что, вы знаете, как у меня не хватит пальцев сказать, сколько людей помогало нашему отделению. Это люди, которые просто приходят и жертвуют, жертвуют финансовые средства. Иногда приносят. Мы просто говорим, что вот нашему отделению не хватает кушеток, то есть не хватает у нас штативов, у нас не хватало оборудования. Они приходят, дарят денежки и на эти денежки, либо приносят самооборудование. И этим оборудованием мы пользуем и достигаем хороших результатов благодаря международным протоколам, которым мы лечим. Волонтеры, в свою очередь, продолжают свою работу. Уже в следующую среду ребятишки также будут ждать 12 часов, когда придет тетя Лена и вновь постарается внести в их жизнь ярких красок и позитивных эмоций. Я очень надеюсь, что мы можем чем-то помочь. Для них это какая-то такая, знаете, поддержка извне. Когда ты находишься только здесь, да, только в этих стенах, когда кто-то пришел из, так сказать, мира большого и протянул руку, есть надежда, что ты все-таки тоже будешь там. О нашем проекте можно узнать в соцсетях. У нас есть группы, вы можете набрать в поисковике благотворительный проект «Дети в больнице». Вся информация в группах, все контакты, все фотографии с наших занятий мы выкладываем. То есть можно найти всегда нас, мы на связи.